Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все, теперь я вижу комнату Неплохо Ладно, еще тебе понадобится фонарик Он за дверью В гараже Так, используйте АА, чтобы двигаться Хорошо, давай откроем Окей, я отключил свет Найди фонарик и поброди тут Привыкни работать в темноте Хорошо Теперь в доме придется работать с сигнализацией Модель там слабая, но я хочу, чтобы ты не растерялся Найди кусачки и отвертку Я покажу тебе, что делать Отвертка в одном из верхних ящиков Сейчас найдем, давайте посмотрим Это, так понимаю Это наш главный герой, да? И его семья Так что нам нужно, нам нужно найти отвертку В верхнем ящике Во, отлично Отлично, а теперь кусачки Они висят на стенде, на стене Да, давай Отлично В чулане справа от ворот я установил пробный щиток Он почти как настоящая сигнализация Сейчас будешь ее отключать А вот и он, красавец Открути болты и сними крышку Я должен видеть, что внутри Давай попробуем Есть небольшие помехи, секунду Ну да Нужно постучать Подай кусачки и осторожно Отрежь синий провод Белый не трогай Понял? Повторяю Режь синий провод Хорошо, режь белый провод Блин, а что будет, если я отрежу белый провод, как думаете? Ладно, давай синий отрежим А ты способен следовать базовым указаниям Поздравляю Спасибо Ладно, все готово и пора на дело Выводи машину, и я расскажу тебе, куда ехать Субтитры сделал DimaTorzok Хорошее местечко Были бы деньги, я бы тоже здесь поселился Там внутри, скорее всего, будет много цацок Не обращай на них внимания У нас есть всего один вечер И мы должны достать нашу цель Драгоценность, которая называется Сердце тумана Одна попытка Если что-то пойдет не так Мы больше сюда не вернемся Мне кажется, явно что-то пойдет не так А домики, правда, хорошие Иди ко входу Право от него должен быть щиток сигнализации А я себе такой тоже купил бы Так, справа должен быть щиток сигнализации Вот это вот он, да? Правильно понимаю Замок здесь электронный Система чуть сложнее, чем учебная Но принцип тот же Режь синий провод и проходим Без проблем Режь белый провод и проходим Так, синий-синий Вот это вот, да? Но это фиолетовый Ну, ладно Синий провод Синий Черт Режь все, что есть Ребята, вы видите тут синий провод? Я проверил линии Сигнала в полицию не было Просто Будь осторожнее Не, может я, конечно, дольтоник Но где-то синий провод Белый, зеленый Это вообще непонятно Желтый Ну, ладненько Пошли Тоже мне помощник Действуем быстро Входим, забираем, что нужно И уходим Цель на первом этаже В кабинете Двигайся тихо Будь осторожен Никто даже не узнает Что мы здесь были Сначала найди кухню Судя по планам Нужно пройти через нее Чтобы дойти до кабинета А, вон там свет справа Нам вроде туда Да, хорошо Только погоди Давай посмотрим Аж это залетающая штука А, это просто бокал Блин, давайте осмотримся Для начала Я понимаю, что мы тут на ограблении с вами Но все равно Мне интересно Что здесь есть Ты заметил, что на этой кухне Нет ни одного ножа Здесь явно живет параноик Боится, что кто-то проберется внутрь И прирежет его во сне Ну ладно Ни следы крови Случайно Но все равно Кому-то нужно сбросить пар Иди в столовую Через нее дойдешь до коридора Да, сейчас пойдем Так, странно Хозяин дома закупил Кучу строительных материалов И зачем-то Подписался псевдонимом Хорошо Нам в эту сторону, да? Хозяин забыл убраться Перед отъездом, наверное Не задерживайся Ты че, издеваешься? Это чьи-то внутренности Ладно Ты это слышал? Хорошо Ищем кабинет Там будет сейф На мелочи не отвлекайся Так, кабинет, кабинет Но это явно не кабинет Идем дальше Стой! А, нет Все в порядке Что случилось? Слышишь музыку? Слышу Откуда она? Вот отсюда Спальня Посмотри, может есть что-то полезное? Да, давай посмотрим Колечко жены То ли она свалила от него То ли без вести пропала Я уже плохо помню На вид дешевка Толчок Блин, я же говорил Делай свои дела перед работой Забыл? Кстати, я скоро вернусь Твою Тихо Давай выключим Слышу, а куда ты ушел? И что у нас со светом? А вот и кабинет Как мне это все отключить? Оно идет на второй этаж Хорошо Я так понимаю Нам на второй этаж нужно Да, ребят Шифтить нельзя Наш персонаж просто Спокойно идет Так, ты кто? Кассета Старая, где кассета На ней что-то записано На подпись не разобрать Где я видел телевизор? По-моему, в гостиное Двое дружелюбный Внутренний голос Что нового? И где свет? Без понятия Ага, вот телевизор Давай кассету посмотрим Посмотри на эту херню Магнитофон с проводом в стену Розетку нельзя было поставить? А, стоп Это не питание Тут что-то другое Так, и как включить тебя? Ну, и как посмотреть? Ясненько, не как, да, наверное? Хорошо, пошлите на второй этаж Судя по всему Нам нужно туда Из-за этих проводов Только, погоди Как отсюда выйти? Вот я понять не могу Если честно А как я сюда попал? Так, ну эта дверка открыта была Я могу окно открыть? Нет, окно могу Не могу Слушай, как мне вот эту вот Дверку отпереть? Ты мне подскажешь или не? Алло? Голос в голове Так, увеличить Не брать Ладненько Давай еще в ванну зайдем Сейчас посмотрим Что это? Таблетки Не брать Все закрыто Мы в тупике, ребят Выйти я не могу Здесь дверка не открывается Здесь больше ничего нету Ладно, давайте топать обратно Может нам нужно как-то Кассет посмотреть Может изначально нужно было Зайти сюда и посмотреть кассету Может реально я игру сломал или нет? А, вот play, да? Все, шикарно Смотрим Дверка походу открылась, да? Так, идем Да мне что-то самому тренировать Да Дверка открыта Надеюсь, это не будет как в фильме Коллекционер Кто меня смотрел, тут поймет Че-то кто смотрел этот фильм Хорошо Теперь нужно найти сейф Ты уверен? Может просто уйдем отсюда? Ну сейф, наверное, как обычно Он должен быть За картиной, да? Бывший солдат Я слышал, что он приехал со службы Весь в химожогах Может поэтому жена ушла Медаль мы брать не будем Так, взаимодействие Повторяю, чтобы не забыть Мы прожили в браке 7 лет Я прослужил 4 года Когда вернулся, она разрушила Все за 3 месяца Я остался один Я так понял У него крыша поехала, да? Из-за этого Ага, здесь лежит наша брюлька Открывай сейф, хватай ее И можешь идти домой А пароль? А какой пароль? Кусочки, кусочки Так, погоди Может быть Взаимодействовать Повторяю, чтобы мы прожили в браке 7 4 3, да? 7, 4, 3 А, ну Стой, не вижу 7 4 Ага, все равно не хватает Так, 7 4 Сейф поставили недавно Хозяин вряд ли успел запомнить код Поищи, может он где-то записан Думаешь? Давай поищем Ну, что-то мне кажется, что Это вот это 7, 4, 3 Возможно 7, 4, 3, 9 Возможно Так, а здесь ничего нету? Нету, да? Ну, не зряш нам Дали нам эту подсказку Я остался 1 7, 4, 3, 1 А ну А что это за рамка на столе? Там есть числа? 7, 4 3, 1 Ну Отлично Есть Хватай камень, не уходим Так, хватаем Дорогой, если я достану его Все наши проблемы будут в прошлом Взять Есть Ну все Выходим Я надеюсь на это, что мы выходим И игра на этом закончу Ёптв Это видео Что происходит? Не знаю Держи дыхание, ищи выход Угу Каким образом? Давай, здесь должен быть другой выход Да, ищу, ищу, ищу Где? Ты мне подскажешь? Только не дыши Да не дышу Камин? Нет, не в камин Мне кажется, мы здесь останемся Я не знаю Продолжай искать Ну вот, давай в камин Не? Ребята, тыркаюсь Все подряд Вали шкаф, там есть проход Какой шкаф? А, вот этот шкаф Уходи, быстро Да, ухожу Не торопи меня Все, 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 все Ухожу Тихо, тихо Все нормально Вещь у тебя? Да, у меня Вроде нет Хорошо Тут нихера ненормально Я тебе скажу Он сверху, ребят Идем Нужно тебя вывести Блин, как же медленно он двигается Не знаю Буде я на его месте Я пушек вылетел бы в окно Куда? Я знал, что здесь было расширение Но представлял все не так Зачем оно? Не, не хуй Не открывай ничего Даже не подходи Как закончим Я сделал Стоя Это может быть выход Открывай щиток Посмотрим Сможем ли мы открыть дверь Да, давай попробуем Так, я не могу Быстрее это делать А я хочу Не двигайся Мне нужно посмотреть Но нам не хватает Предохранителя Так понимаю Ладно, не проблема В этой модели Стоят обычные пробки Он же сам делал Этот пристрой, так? Где-то здесь должен быть Щиток для освещения Попробуй найти его И вытащить пробки оттуда Да, нужно сработать Вытащим пробку Главное, чтобы Из нас пробку Не вытащили Не вставили Боже мой Ёп Твоё Мы явно с вами Вытаскивай пробку Попали не в тот дом, ребят Явно Так, взять Так, всё нормально Не обращай внимания Просто дойти до двери Ставь пробку в панель И выходи отсюда Чё-то мне кажется Сейчас мы как Угу Только подойдём Нам пробку вставят Да? Закрыто Но я должен Это посмотреть Так Кубики Это детская комната была? Да Это была детская комната Смотри То есть Ладно Уходим отсюда Чё-то мне вообще Не нравятся эти звуки Всё Уходим Уходим Быстрее Закрыть дверку Закрыть Так Теперь ищем выход Блядь Эй Ты в порядке Лучший мой голос Мы должны выбраться Ага Вот сюда Быстрей 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 Пожалуйста Всё Бегу Бегу Ребята Он не может бежать Я шип нажимаю Он вообще не бежит Куда-куда-куда-куда-куда Ага Вот Тут дверь Быстрее Добиву Не арина Меня Назад-назад-назад Ты в порядке? Виглядь Ты должен уходить Я нихера не в порядке Куда? Тише Тише Он ещё живой Но ведь я ничем не могу помочь Мне нужно сама Испугал меня Твою Всё Уходим 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 Двигай Первые трубы Ещё чуть-чуть Какая Открывай вентиль Быстрее Давай Всё Закрыл Всё Я сделал Всё, что надо Скажите, что я сделал Всё, что надо Да Жесть Ты жив? Слава богу Чёрт Хреново Ладно Пора выбираться Попробуй добраться До окна Ну Я понял Нужно двигать Теперь мне кажется Сейчас буду двигать И она живёт Твою Всё 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 Отдыхай Всё хорошо Не переживай Давай Есть Ребят Мы выбрались Поздравляю У нас Всё А теперь Уходим Отсюда Быстро К тачке И увалим Главное Не оглядываться В таких Случаях Но Самому Интересно Наверное Нужно было Идти Не через Кухню Случай Эй! Эй! Слышишь меня? Слышу. Слышу. Ты издеваешься? Это будет грёбаный день сурка? Блин. И что делать? Это мне проходить сейчас опять всё заново? Пора начинать. Дело будет простым. Я узнал, что хозяин прячет ключи где-то рядом со входом. Да, ребят, смотрите, всё заново начали. Где-то прячется входом. Я так понимаю, где-то в воршке, да? В воршке либо под камнем. А я не хочу заново это всё проходить, если честно. Может быть, под дверью или под ковриком? Думаешь? Давай посмотрим. О, ключик. Отлично. Всё будет проще, чем я думал. Да чё-то я в этом не уверен, если честно. В районных чертежах хозяйская спальня указана на втором этаже. Ищи лестницу. Ещё. Его бывшая семья. А пацан сфотки на твоего похож. Я, конечно, ни на что не намекаю, но твоя жена с ним, случайно, не знакома? Хе-хе-хе-хе. Да ладно, прикалываюсь я. Забей. Оу, здесь поместится пол моего дома. Или весь твой. Здесь даже второй этаж видно. Ладно, иди дальше. Ищем лестницу. Ну, судя по тому, что справа у нас кухня. Наверное, слева здесь лестница должна быть. Интересно, интересно. Ого, бля. Какие замки. Да, странная штука. Но нам туда не нужно. Как по мне, выглядит как фальшивка. Пойдём, мы пришли за другим. Да, согласен. А вот и лестница на второй этаж. Может, из-за того, что я трогал предметы? Так, на жерелье. Оно принадлежало бывшей жене. Очни со спальни. Чёрт, откуда помехи? Не знаю. Что, мне кажется, что за нами кто-то следит сейчас будет. Или уже следит? Так, ты кто? Раритетная штука. Как думаешь, много стоит? Щёлкни пару раз. Проверь, работает или нет. Так, нажмите С. Давай посмотрим. Может, какая-то особая фотобумага? Современное искусство – странная штука. Ты извиняйся, вы видели? А давай ещё раз. Всё, больше не изменяется. А давай тут попробуем сфотографировать. Во, что-то проявляется, смотри. Хорошо. Ну, значит, и здесь нужно. Блин, мне что-то не хочется взять этот камень, либо шума-то мы ищем и ожерелье. Хочется идти и уйти сюда. А уйти отсюда мы не можем. Нужно сфотографировать, чтобы ручка появилась. Её же здесь вроде не было. Или у меня монитор барахлит? Ладно. Нет, её здесь не было. Тебе нужно найти и открыть дверь в спальню. Как думаете, будем фотографировать все вот эти вот картины, либо нет? Мало ли, может, тут подсказка какая-то будет. Хотя, что-то я сомневаюсь, да? Ты это видишь? Что-то такое. Эмм. Ладно. Давай идём сюда. А тут закрыто. А нам нужно в эту сторону. А я не хочу. А у нас есть фонарик? Да, есть. Хорошо. Может, её фонариком испугать? Да. Всё. Нужно не забывать пользоваться фонариком. Так, вот ещё одна картина. Давай сфоткаем. Сейчас, секунду, ребят. Давай посмотрим. Может, она тоже сейчас изменится? Ля, она нам улыбается. Улыбака. Вместе с улыбака. Хорошо. Всё. Это мы тоже будем трогать. Так, газета шестилетной давности. Одна из гостей... А, одна из статей выделена карандашом. Это заметка пропажа известной художницы и её сына. Имя затерялось. Не могу разобрать. Я так понимаю, вот эта вот она и есть? Эта художница, да? Насколько я понял. Блин, ну такую картину я всё купил бы. Реально прикольно. Так, а здесь лежала кассета. Я так понял, нам нужно будет опять сейчас найти с вами кассету. И посмотреть, да? Ну всё, тут тупик. Спальню я не вижу. Четки, ну... Хозяйскую спальню я не вижу. Я... Это... Я так понял, у нас кабинет. Может, ты мне подскажешь, что делать дальше? Потому что я в тупике. Так, где у нас дверка была? А, дверка ещё вон там была. Предлагаю туда сходить. Так, будь открытой, пожалуйста. А если мы тебя сфотографируем? Ничего не поменяется? Нет, ничего не поменяется. Увы. Тебя, по-моему, мы не фоткали. Давай сделаем. Да, тоже изменилось. Так, инвентарь, так, хорошо. Найдем сюда. Хотя мы отсюда и пришли. Заперта? Да. Но мы точно её не закрывали. Как будем уходить, найдём другой выход. А куда нам нужно? Так, хорошо, давай я тебя сфотографирую. Возможно, это запустит какую-то цепочку событий. Хотя что-то я сомневаюсь, да? А ты мне не хочешь подсказать? Ты-то дома сейчас сидишь в мягком кресле перед монитором. А мне приходится заниматься этой штукой. Ходить непонятно где. Ну, я думаю, нету смысла, да? По 200 раз сфотографировать всё. А, я понял, ребят. Я, наверное... Сейчас я сфотографирую кассету. И, по идее, она должна будет появиться. Ну, по логике вещей. Это как с ручкой, помните? Давай сфотографируем. Да, вот она. Это бред какой-то. Не может быть. Взять. Всё, теперь можно уходить, я так понимаю. Куда-то на первый этаж. И смотреть... Смотреть видео. Вот, всё хорошо. Бегать здесь не можно. Ну, то есть я уже прожал все полностью кнопки. И не могу не шифтить, ничего. Закрыто. Ну, значит, либо эта дверка, либо вон там. Потому что по-другому здесь, ну, никак никуда не прийти. Тоже закрыто. На пробел? Нет. На пробел ты прыгать не хочешь. Ну, подскажи мне, пожалуйста, что делать. Старая видеокассета. Так. Фото для моих воспоминаний. Честно, без понятия. Может, давайте фонарик выключим. Если честно, пока без понятия. Хорошо, давай сделаем вот так ещё. Так, нет, не брать. Может, с помощью как-то кусачек можно это всё открыть, отвертки. Нет. Увы, ну, нет, ребят. Так, фоткаем. Всё то же самое. Поговори со мной, не молчи, пожалуйста. Что мне делать дальше? Я явно что-то упускаю, значит. Так, ну, тут два варианта. Либо шкаф нужно сфотографировать. Либо здесь что-то нужно сфотографировать. Видели? Засечка была. Была засечка какая-то, да? Вот в этом месте. Блин, ну двери нету, я тут понимаю смысла фоткать. От этого ничего не поменяется. Давай здесь посмотрим. Ладно, не брать. Давай вот так. Вот здесь, по-моему, танцевал, да? Призрак у нас. Ну всё, ребят, я в тупике. Я просто в полнейшем тупике, если честно. Так, хорошо, давай тебя сфотографируем ещё раз. Это бред какой-то. Не может быть. Что я выпускаю? Тихо. Ага, вот я упустил что-то. Вот, сейчас посмотрим с вами. Кассету. Так, плей. Плей. Паттла испугала меня. Ладно, идём в спальню. Хотя мне, правда, очень не хочется этого делать. Если честно. Я так понять не могу. Наш главный герой не помнит, что было перед этим? То, что мы уже были в этом доме. Или из-за этого газа, которого мы там надышались. У нас потеря памяти. Угу, дверка закрылась. Ясненько. Так, нужно найти ожерелье. Я могу выйти? Нет, не могу. Пап тоже не могу открыть. Закрыто. Ага, вот туда. Так, а ну давай мы сфоткаем тебя и посмотрим. Может что-то изменится? Вроде... Вроде всё-таки есть, да? Хорошо, давай фотографировать тебя. Звуки, слышите? Что за бред? Он наказан. Кто он? Ага. Хорошо, давай фоткать. Из-за чего я трясу фотографию? Из-за того, что в реальной жизни он так и работает. Когда сфотка нужно потрясти. Полное погружение, так сказать. Так, он наказан. Кто он? И мне делать нужно. Изменилась фотка. И фотография тоже. Картина изменилась. Блин, дайте. Хорошо, давай тебе ещё раз фотографируем. Ёп! Испугала меня. Так, слишком поздно. Что она с ним сделала? Не знаю. Чувак, я правда не знаю, о чём ты. Выпусти меня, пожалуйста. Я обещаю больше сюда не приходить. Число. Так, здесь взаимодействовать нельзя. Со шкафом тоже. Ага, я так понял, нужно будет ещё раз дать тебя сфотографировать зеркало. Всё? Да, изменилось. Он наказан. Каждый раз, когда мы так делаем, у нас меняется комната. Я, наверное, что-то реально упускаю. Я не могу понять, что именно. И друг наш молчит. Хорошо, давай ещё раз делаем. Нет, ничего не изменилось. Давай так делаем. Взять. Я так понимаю, малой в этом находится в ящике, да? Взять. Бонжур. Можете, в руки надо что-то положить, как думаете? Либо надо было фотку посмотреть, которая здесь стояла. Честно, я пока без понятия. Тришком поздно. Так, а давайте камин сфотографируем. Так, потрясти. Нет, ничего не изменилось. Дай, пожалуйста, мне либо ключик, либо выйти отсюда. Ага, вот что оно. Открыли. А вот и ключ, да? Да, вот и ключ, ребята. Сейчас мы с вами заберём ключ. Всё хорошо. Я не сразу это заметил просто. Забрать ключ. И нужно вернуть будет так, как у нас было всё. Шикарно. Поехали. Так, и вот у нас этот чемодан. Забрать куклу. Во! Шикарно. Теперь фотографируем. И нужно будет положить куклу в руки манекеном. Так, ты где? Вот ты где? Вот было страшно. Что происходит? Алло, игра. Отпусти меня, пожалуйста. Вообще, ничего не понимаю. Фотографируем? Да, есть. Хорошо. Заметил количество снимков? Кто-то здесь увлекался фотографией? Или хотел заснять что-то определённое? Всё, можем уходить. Ага, вот дверка. Я думал, мы можем уже выходить, но... Увы, нет, ребят. Так, ты кто? Какие-то препараты. Я знал, что раньше здесь жил ребёнок. Но почему это единственное, что от него осталось? Где его спальня, игрушки? Хоть что-то. Без понятия. Так, а что с фонариком? Алло, прекращай, пожалуйста. Кто-то идёт. Слышите? Ой-ёй-ёй. Дон-де-сталла библиотеки. Кто он? Я узнаю, тварь. Я узнаю. А я не хочу туда. А я без понятия, где он, честно. Жесть. Вот это было хорошо. Вот это было. Что-то очень странно. К чёрту всё, к чёрту о жерелье. Ищем выход, тебя нужно вывести. Так, тебе нельзя здесь оставаться. Пролезай через балкон, прыгай. Давай, прыгай. Здесь невысоко. Вот это реально было хорошо, ребят. А как прыгнуть? Чего же ты ждёшь? Прыгай! Каким образом? Нет, не могу. Ладно. Пошли дальше. А может, я ещё раз попробую? Угу. Давай фоткать. Так, ты кто? Плохо видно. Давайте я тут тоже сфоткаю. Не, на механику игре это никак не влияет, уши и трясу фотографии. Просто он жился в роли, так сказать. Заходим. Угу. Как думаете, стоит ли нам это делать? Я думаю, да. Хочу посмотреть, что здесь происходит. Чтобы тебе не врали художники или писатели про смысл своих работ, не верь. Они всегда пишут только о себе и своих проблемах. У этой женщины было полно проблем. Так, забрать. Красивый домик. Несмотря на всю жесть, которая здесь происходит, я реально себе такую бы взял бы. Так, дай посмотреть. И осталось... Сколько? Четыре картины? Давай, наверное, её сначала сфоткаем. Чё-то, мне кажется, она тоже сейчас изменится. Да. И остальные эти вот... Картины. Так, дай посмотреть. Что-то ей не понравилось, она зачеркнула это всё. Вот это вот прикольное. Давай я здесь сфотографируем по-быстрому. И тебя, да? Всё. Взять фонарик. Давай тут посмотрим, могу ли открыть. Да, могу. А тебя? Значит, там в эту сторону. Хорошо. Но, если бы честно, я получил спрыгнул бы. Нет, не слышим. Открылась. Дверка там открылась, ребят. Вы заметили, что этого призрака фотографировали? Возможно, нужно тоже его фотографировать, чтобы он исчез, как думаете? Так, не туда. Взять. Может, он появится вспышки. Слышу? Делаю фото. Делаю, делаю, да. Угадал. Угадал. Жесть, дай, дай фото, пожалуйста. Дай фотоаппарат. Ага, поднять, поднять. Взять. Нажмите С, чтобы достателю брать свою камеру. А, то есть, все. Теперь мы будем вот таким вот образом ходить. А фонарики взять не могу, ребят. Чтобы вы понимали. Ладно. Погоди, я могу вот таким вот образом сейчас забрать фонарик? Просто не хотелось бы его оставлять бы здесь. Так, могу забрать. Увеличить и не брать. Он больше не работает, понял. Ладно, пойдемте. Вообще ничего не вижу. Я так понял, камера у нас тоже, да, не работает? Дай, 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 дай зайти. Блин, что это такое? откройся пожалуйста это сценки когда он малого до наказывал где-то вот иди так не достаем на ближе вот шикарно что-то мне кажется мы по кругу доходим или нет испугал испугал где-то что такое так прости меня мама я больше не буду плакать никогда вернись я очень хочу кушать я кушаю все что ты приготовишь хочешь закрыть и глазки мама не бросай меня кушать кушать мама больше меня не любит жесть кого-то зарубал ребят так пожалуйста хорошо так идет автосохранение вижу да пожалуйста пусть только свет не погаснет сеть я прошу ясненько а света вас не да а вот иди я так понимаю нужно находиться в центре где ты подла я не успеваю он понимаешь слышу такое я наблюдал с камерой просто не мог с тобой связаться привет какой-то это был гребаный призрак да выше на убила своего сына муж отомстил если так то она это заслужило а как не сфотографировать а камера то у нас работает ребят чтобы вы понимали когда на c нажимаю она убирается и сфокусироваться я не могу где камера камера нету может где-то я дверь фотографировал не помните или нам нужно просто найти новую камеру хорошо хера не вижу вот что-то проявилось может так же самое из двери сработает может уже ближе подойти просто но явно не просто так она здесь нарисована правильно так там наступит хорошо ладно идем дальше идем дальше вот тут вверх это есть открыть нет нет но закрыта так можно и за что-то нужно я видел что дверь у нас открылась вон там вон вот эта дверка открыта а вот все появилось шикарно вот почему не нашли вот и ожерелье да взять мы нашли то что искали ты увидел что хотел теперь можешь уйти да ну да пошли блин ну вроде же закончил и заметил не запертое окно обойди фасад найди его открывай и пролезай внутрь я скажу что делать дальше вроде же мы закончили вроде мы нашли ожерелье может уйдем отсюда блин кто посмотрел первую часть тут поймет о чем я я реально хочу отсюда уйти я так понимаю вот это вода окошко ну не сейчас сюда опять зайду и опять начнется какой-то трэш ну ладно единственный плюс единственный плюс то что с нами этот знаешь что у меня такое чувство что мы должны заглянуть в подвал с нами этот напарник разговаривает и это хорошо так пошли нужно впаду врачные стены и куча книг ося знаний приятель чем больше знаешь о мире тем четче видишь его чудовище подвал по моему коридором нам нужен спуск не подвал по моему здесь у нас находится если я не ошибаюсь по моему так ты кто нет это на второй этаж вроде бы если не ошибаюсь нам через кухню в подвал можно будет как-то пройти хотя могу и ошибаться так а мы тут вышли и куду это да так ну отсюда мы пришли у нас еще дверка вот здесь и с правой стороны давай посмотрим кстати как вам игрушка если вы смотрели первую часть напишите черт так все нормально он наверно просто сосиски любит готовить хозяин вроде охотник то там нет ничего интересного идем думаешь то что мы ищем внизу найти подвал хорошо еще не ритм меня могу и подсказать бы я уверен что тебя должна быть карта дома правильно блин ну это вот это вот дверка куда нас тут ведет да странная штука но нам туда не нужно так что найдете наверх внизу подвале нам нужно хорошо еду нужно так нужно слышу 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 так идет автосохранение может для того чтобы никто суда не прошел так думаешь и нам сюда не нужно идти заказчик сказал что где-то здесь хранится раритетный нож проверь здесь все ты его узнаешь первый заказ у нас было жерелье потом бриллиант а сейчас раритетный нож вон у нас потом этим ножичком ним не порезали на колбасу зачем кому-то жить под особняком здесь иммигрантов прятали там взаимодействовать это странно в последнее время все чаще вижу один и тот же сон мой мальчик снова со мной мы идем по пещере из синего камня и о чем-то говорим доктор считает что это вызвано моей не готовности смириться с его уходом он прав конечно и не могу смириться мой сын погиб я заметила что когда мы спим в гостиной спальне на первом этаже эти сны становятся чё чем мой мальчик зовет меня он может вернуться нужно только услышать чего он хочет эти шахматные фигуры какие-то странные может у тебя получится их где-нибудь использовать давай посмотрим так но это конь то давай он наверно вот сунда да это у нас королева ты кто нет явно не сюда вот значит вот сюда то да есть так вот это у нас по моему королева идет нам и последний прикольно вы чего ты ждешь дверь открылась идем дальше ты уверен ладно что пещера назад пути нету не знаю ты сказал сюда эти дебила кусок и шо делать назад мы уже не пройдем кто-то идет слышишь это шо такое предлагаю пока местом надо выключить фонарик мы же люди у нас есть цель хотим понять кто с нами говорит говорит на самом деле это естественный интерес здесь нет ничего не слышь приди в себя давай выбирать отсюда я слышу женский голос она хотела вернуть сына и обманули давай посмотрим это не может здесь быть ты меня слышишь да слышу на место создана для важной цели я хочу сказать тебе что то приди в себя ты ж мужик я что-то хотел сказать да давай нам этой сопли на кулак и пошли дальше нам нужно выбираться отсюда ты нас сюда втянул кто зажигает эти свечи и тебе нас отсюда вытягивать жесть какой корректор огромный мне вот эта вот люстра не нравится кто-то же двигает правильно кости те кто построил это место или приходил сюда позже как же беспалевно открылась эта дверка и думаю тут кто тут кто находится я не знаю призрак это не призрак он явно не услышал нас жесть я больше отсюда не выйду да я так понимаю так читать я нашла это место и здесь было все чтобы его вернуть по крайней мере на время элементы на месте но я пробую уже месяц козы барана свиньи мы разделали уже большая десятка ничего не подходит сердце легкие печень мне нужно найти другого донора может хватит и моего сердца то есть муж ее зарубал чтобы воскресить сына правильно я понимаю у нас с вами есть вентиль этот вентиль нужно будет значит где-то использовать возвращаемся назад насколько я понял и вообще не страшно интересно куда-то вентиль нужно будет ставить так откройся пожалуйста нет не откроется а вот сюда ребят все пошли дальше но и наверно фонарик пока мы соберем он все равно бесполезный тихое место есть где прилечь ну да щас бы еще лечь по спать бы здесь в общем было бы шикарно золото золотая стата мы же себе заберем то что мы ищем нажми на рычаг нажимаем собери из тряпка постоянно епту это что такое уходи быстро куда они клядут за мной он должен вернуться куда выходить придурок и хеоп твою все 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 ухожу это его кок родители ждали сына а пришел он что за ужас тут творится так забрать нож взять головоломка да сердце это был подарок на день рождения они держат его здесь чувак соберись все хватит нагнетать обстановку не так страшно так что это у нас его новую ё-моё уходим я надеюсь я забрал нож да еще еще уходим пожалуйста быстрее ты можешь бежать либо не можешь я по моему нож там забыл да ну все нам жопа ребят мы отсюда не выберемся тут где-то еще должна быть одна часть божечка почему он не может бежать скажите мне пожалуйста смотри проткни его быстрее да бегу я пытался ребят может мне нужно было просто побежать в другую сторону как думаете только не решим не назад и нужно все заново это делать так давайте наверно попробуем когда он у нас пойдет побежать вниз все 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 уходим побежать другую сторону вниз и обижать с другой стороны ну других вариантов я я не знаю да еще не кричи на меня уходим сейчас пойдем получается поднимемся справа побежим вниз и с левой стороны попробуем ударить давай уберем фонарик может так быстрее будем бежать да сейчас вот сюда и поднимемся вот так спустимся и попробуем с этой стороны это сделать ё-моё бежим 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 пожалуйста немножечко быстрее я тебя прошу есть все 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 до побочиня да мы справились все так я понимаю извини ему нужно было заменить сердце я должен был что-то сделать да и угадаю все заново да ладно что на этот раз а вот и тут замок здесь электронные системы чуть сложнее чем о чёрт ладно дело есть дело мы должны попробовать заходи уверен мы уже какой четвертый раз пытаемся может хватит его бывшая семья а бацан сфотки на твоего похож я конечно ни на что не намекаю но твоя жена с ним случайно не знакома все возложено камин горит так куда дальше наверно и уборщица приходила не бойся по ночам и не бывает говори куда дальше нам уйти наверх вниз подвал так у тебя получилось открыть хорошо но может не стоит туда заходить погоди ты сам сказал что стоит так ты определись ладно ребят поехали иногда лучше не знать что происходит на самом деле ну тогда давай прогуляемся ты уже знаешь завязку кто-то придет кто-то попытается тебя убить вопрос в том кто именно жесть вы видели кто-то прошел не думая о том что сейчас видишь просто отвернись и не обращай внимания у тебя это всегда отлично получалось это нашу намекаешь это вообще кто такой а что значит у тебя это всегда отлично получалось либо кто-то завладел им уже или это как-то связано с нами я не знаю знаешь иногда в жизни наступает момент когда ты чувствуешь себя в ловушке знаю так вернуться ничего не поменялось и когда кажется что идти некуда ты принимаешь любой появившийся выход твою мать это шо огромная крыса был так уж что происходит в этом доме почему я все время в него возвращаюсь ты наверняка много думал об этом или наоборот старался об этом не думать чувак ты кто скажи пожалуйста пишут от меня хочешь твою уходим твою спокойно с ними ты уже разобрался иди дальше я приготовил тебе небольшой сюрприз хорошо давай давай блин он предупреждал нас чтобы мы сюда не спускались мы сами виноваты согласно надо было просто на этом игру заканчивать и все и уходить домой на денег бы конечно мы не заработали но зато бы остались бы живыми на сколько я понял давно тебя здесь не было да с нее начиналось каждое новое дело о чем ты думал перед тем как отправиться в тот дом я делаю это ради семьи этот раз точно последний но в этом ты был прав прав в чем погоди нет мне показалось закрыто 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 не могу ничего сделать все ради них твоя любимая мысль да они ни о чем тебя не просили но ты ведь уверен что крал только из-за них адреналин не имеет к этому никакого отношения перед тем как уйти давай-ка проверим как хорошо ты все запомнил да открывай щиток и перережь синий провод давай дело было проще простого перерезать синий провод ты хочешь вернуться к семье может найдешь нормальную работу 8 часов в день 6 дней в неделю надежно стабильно скучно нет ты же всегда был выше этого понимаю ты хочешь остаться со своей семьей если решил отказаться от дела я не могу тебя задержать оставляй наушник и уходи больше ты обо мне не услышишь а я не хочу оставлять наушник и уходить я хочу закончить все можем идти так сюда и тут закрыто ладно пошли извини я пошутил похоже что этот дом изменился и теперь в нем живу я что это за место ты погиб или сошел с ума в тюрьме но в любом случае теперь ты со мной это ведь не могло произойти по твоей вине так и не мог ошибиться наверняка там просто не было нужного провода или может с тобой был напарник который дал тебе неправильную подсказку это не могло быть твоей виной ведь ты хороший человек это не может быть твоей виной конечно не может быть слышь выпусти меня я больше не буду честно обещаю ладно мы идем дальше но украл эти бриллианты что теперь миф немножечком пупочек фу-фу-фу так давай попробуем ёп твоё беги жесть куда вот сюда быстрей-быстрей-быстрей-быстрей твою мать так будем отсюда полиция сообщает что нашла виновного в гибели молодой семьи погибшей в ходе пожара на востоке Лондона им оказался 23-летний уроженец Лондона по имени попытка ограбления закончилась трагедией когда неудавшийся грабитель попытался отключить сигнализацию и вызвал возгорание образовавшийся пожар привел к гибели оказавшейся внутри семьи три человека супруги и ребенок сгорели заживо из-за эгоистичных действий задержанного подозреваемый утверждает что не виновен в смертях так как не знал о присутствии людей в доме ведь он никогда не бывает виноват не так ли удивительно на что способны всего несколько исков не бойся ты действительно не виноват в конце концов кто знает кем были эти люди убийцы мучители чудовище давай придумай еще какую-нибудь причину почему они должны были погибнуть у тебя это отлично получается знаешь придурок во-первых нужно было проводку заменить я не виноват реально я не виноват давай я дам тебе подсказку кто в чем виноват как там было у тебя муж виноват в смерти жены жена убила ребенка но ребенок я не знаю был чудовище мы убил их обоих подойдет так нужно повернуть от этого черепана надо и вот сюда принятие такого я не ожидал не думал что нам придется прощаться ну до встречи все давай пока пока я так и знал признание не может исправить прошлого ты знаешь что убил их и ты будешь помнить об этом что бы ты не выдумал а значит мы будем вместе навсегда да не убивал я их я не виноват что там проводка была такая попытка номер пять да можно в каком-то чистилище я не могу понять и выхода тут нету да я ж могу выйти просто перелезть через этот заборчик либо ты не можешь походу нет ладно идем дальше а почему с нами никто не говорит а ну да мы же наушник да с вами убрали демон это не перебор нормальная концовка времени нет нужно оставить как есть с каких пор я начал с собой разговаривать не могу больше нужно отвлечься ну или с 10 собора заварю и за голосами в голове так что так что это нормально если ты самый такой же самый шизик как и я то подписывайся на канал и ставь лайкосик не могу выбросить детство из головы не знаю почему я всегда знал кем буду когда вырасту мой отец позаботился об этом директор завода влиятельный человек большие планы и на меня были планы но для начала расписание на каждый день проснулся в пять работ по дому школа а вечером настоящая работа каждый день подготовка к будущему в 14 лет младший помощник в сортировочном цехе в 15 старший помощник заведующий цехом в 24 заменишь отца к 31 нам на сомнение времени нет готовься ради него я работал каждый день ненавидел это мне не с кем было поговорить некуда идти я даже не представлял как поэтому снова и снова но я нашел выход какой ты мне расскажешь или нет сначала получалось не очень дурацкие рассказы стыдно вспоминать но они дали мне возможность отвлечься потом письмо от издателя возможность уйти и в 18 в свой день рождения я попытался уйти по-настоящему прошу прощения за поздний ответ я хотел полностью прочитать вашу работу серый джентльмен и послушать мнение своего коллега скажу честно ваш стиль еще не слишком отточен однако меня заинтриговал ваш талант описывает атмосферу и поддерживает он повествование у меня до сих пор мурашки от этих мурашек описаний инопланетной бойни пожалуйста ответьте на эту песню если вы еще хотите издать у нас свою работу полагаю что мое предложение сможет вас заинтересовать отец был в ярости запер меня использовал свои методы воспитания сильнее чем обычно но это было в прошлом я смог уйти вот что важно забыть все это но главное найти особенную девушку у нас появился прекрасный ребенок и жили мы долго и счастливо пока пока не сгорели заживо в доме да хэппи-энд так с легким щелчком дверца сейфа открылась и он увидел легкий блеск камня ага это то что было у нас в начале игры это ясненько ясненько так понимаю это комната малого да так уважаемый мистер и миссис микс сожалею сообщаю что состояние оливера ухудшается мы запланировали куз приема медикаментов которые имеют шанс привести работу сердца в норму предлагаю обсудить лечение вашего сына при следующем посещении каждый шаг по лестнице отдавался протяжным скрипом люк в потолке вывел его на чердак темный лишенный всех следов звука и света мы старались как могли в пустую счета за лечение только росли я начал получать отказы так что деньги заканчивались устроился на вторую работу потом еще на одну не хватало но был шанс а счета за лечение растут все больше с ним все в порядке врач говорит что он стабилен хорошо хорошо ты уже успела вздремнуть еще нет операция только закончилась ты как писал часть с маньяком готова я успею может возьмем еще один кредит мы и так в долгах больше нам не дадут мне нужно только дописать и ты можешь позвонить отцу надин ты же знаешь нам нельзя я уже говорил с ним у него были планы на меня а теперь у него планы и на оливера он он его сломает он настоящий монстр эйден да мне все равно кто он да пусть у него хоть рога будут мы о сыне говорим послушай если он даст нам деньги то уйти мы не сможем никогда нет я я продам книгу и мы все уладим эйден твоя последняя книга до сих пор лежит в столе вместе с предпоследней откуда ты знаешь что купят эту в этой я уверен я тебе обещаю это моя лучшая работа нужно лишь дописать ее и все будет в порядке веришь один месяц эйден потом мы звоним твоему отцу я справлюсь обещаю просто скажи что ты мне веришь и я все сделаю один месяц к эйден ты в порядке я оставлю все это Смогу вернуться, работать у отца. Мы что-нибудь придумаем вместе. Но мне осталось всего пару дней. Эйден, ты в порядке? Нам нужно поговорить. Нет-нет-нет-нет-нет. Мне осталось только всё проверить. Ещё чуть-чуть. Может, неделя? Осталось немного. Я закончил концовку. Нужно только отполировать, и Оливер будет здоров с нами. Надин не поймёт, нам придётся расстаться, но оно же того стоит. Нет. Это не важно. Привет, Надин.